Олеги, готовы? Операторы, дайте обзор. Готовы? Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер Жаридерис Шарун Сельсертеев. Пожалуйста, вам пилокомнат с Баракой Зеймой. Пилокомнатно? Лично, нет? Лидаран не работает? Чек-майк. 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 Не, не чек-майк. Обычно это было очень важным игроком для нас. Очень рады мы won. Один из тех лучших победителей, чтобы продолжать надпись. Чтобы продолжать надпись. Чтобы продолжать надпись. И, как можно сказать, это было очень тяжело. Мы ожидали, очень тяжело. Уникс не имеет нищего пресса. Мы имеем всякую прессу, потому что мы играем для чего-то. И, знаете, ребята, они с большим усилием. Они с большим усилием. Уникс не была очень важная игра, одна из ключевых игр. Уникс нечего терять, а нам есть за что бороться, и поэтому это было достаточно сложно. Уникс нечего терять, но это было очень тяжело. Уникс нечего терять. Уникс нечего терять. Уникс нечего терять. Чтобы Iarnis нечего терять. Уникс нечего терять. Уникс нечего терять. Уникс нечего терять. Уникса тоже plateать. Только ст Searchảo Да, хорошо. Лиза, когда вы отпустите империенство по поводу назначения нового тренинга в университете? Ты в прямом эфире. Тихо-тихо-тихо. Она не обижается, когда она в английском спрашивает. Это не политика. Чтобы не пропусывать друг друга. Продолжаем. Коллеги Никонимович Пасутси, в вашем интере с началках отлично на английском. Это был тяжелый игрок для нас. Это был тайский игрок. И Жаргири в хорошем состоянии. И мы надеемся, что это был тяжелый игрок. И наш голод был остановлен в периметре. Потому что они были очень сильны от периметра. И мы были бы остановлены. Сегодня мы контролируем гораздо лучше. У нас только 7 тренингов. Но, что у нас минус, мы, скажем, Павлис и Янкумонс, Насколько имели. В мебельске сбавли. Стоянные и тактики. После тренингов, возле от rebounds. В четвертую волю, у нас быстро тренировали два. В четырех тренировках тренировках с точки зрения 2. Но в этой игре, когда два поинтасти, три поинтасти, это слишком много. Это очень большая возможность. Жаль Гирис, мы были в фокусе на это, потому что с атлетиками, с теми, с теми, с теми, с теми, и мы не могли контролировать. Но мы потерялись в ситуацию. И плюс, мы играли как у нас. Мы играли как у нас. Лангфорд, Коломбин, Парховский, Парховский, все. И Панкасов. Вестерман, три. И мы были лейтенцией, но мы были лейтенцией. Мы были лейтенцией. Мы были лейтенцией. Но бойцы, 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 мы были вместе. Это абсолютно другая команда. Если мы сравниваем с теми, с теми, с теми, с теми, с теми, с теми, не было лейтенцией. Гайчу, абсолютно. И это все. По-русски, то, что ожидали такую игру, уже здесь вроде бы у Памберга на выезде выиграл пару игр, какие тяжелые. И сейчас находится в хорошей форме. Наша задача была контролировать периметр. Вестерман, это Пангас, это Риккевичес, это Мелакнес, мы видели, снайперы. Сегодня Гестерман, за исключением, что после Дрэмплеска сегодня, они попали, но с наименьшим, с процентом. То есть, не было граду двух очков, как обычно их бывает. Вот. И задача была нашей защитник, как на беременности, очень близко с ними играть. То есть, с этим справились. Не справились, с Инкунсом под кольцом, он задаёт. И 21 очков он набрал. Конечно, он хороший игрок, но он там, на лигарке мячи набирал. То есть, в этом аспекте, за исключением, может концовки игры. И не справились на подборе, когда три раза пробивали фолы, у нас было плюс очков. И когда три подбора просто на фолах взяли, на нашем щите, то есть, ну, это просто недопустимо. Это такие вещи, это недопустимая вещь. То есть, три раза, это три лишних атаки, это плюс очков у нас. Получается, вместо три наших атаки, мы отдаём три им, и мы, получается, все время держались за счет того, что мы подбор поиграли. наверное, то есть, в Евро-лигии, то есть, обычно, у нас сегодня 18-15 и выше, а сегодня 7. То есть, сегодня был полный контроль матча на нападении, именно этого передачи. Ну и, конечно, сегодня Кит Лайков вернулся, и Колон вернулся, и показали свою лучшую игру, и Бараховский, и Вильновс, и в защите, и Панин старались, Воронов, Макрашов. То есть, сегодня была команда, сегодня был характер, сегодня играли ту защиту, которую, может быть, конечно, 82 пропустили, но, тем не менее, то есть, ребята убивались, прыгали, падали за мячом, и, сегодня была команда, не могу их ни в чем упрекнуть, ребята сегодня играли сердцем. Конечно, вот этот бросок Вестерману решила играть, когда при смене мы не поменялись, стреляли. Был дальний бросок, 7.5, но, тем не менее, на последних секундах, не бывает случайностей, надо выходить до конца. Узнаю, коллеги, у вас остались вопросы? Нет, не перейдите. Да, выключите, можно. Один, три, одного, через... Спасибо.